Новое отделение гемодиализа гордость детской областной больницы. Без этих аппаратов дезиспочечной недостаточно всю жизнь просто не могут. До этого им приходилось лечиться в Москве. Деньги на ремонт и оборудование выделили федеральные и областной бюджеты. Обслуживать здесь смогут 4 пациента в день. Есть чем похвалиться и отделению травматологии. Недавно закончили ремонт, открыли рентген-кабинет современной аппаратурой. Правда, ремонт здесь длился 6 месяцев. На очереди еще 8 отделений. В течение 11 и 12 годов в детской областной больнице, клинической больнице, будет полностью закончена ремонтная работа. Ремонт ремонтом, говорит главный врач больницы Владимир Круглый. Но есть проблемы куда более существенные. С кадрами ситуация очень сложная. Очень сложная. Это основная наша проблема. Потому что, ну, ремонт, ну, условия. Понятно, что они должны быть лучше. Но в конечном итоге результат лечения. Врачей, медсестер, санитарок не хватает катастрофически. Доктора со стажем стали увольняться. Прокормить семью на такую копеечную зарплату невозможно. Очень низкая заработная плата. Причем в течение этого года заработная плата снизилась. Если это доктор, то это 10-12 тысяч. Если это говорит о медсестре, то это 7-8 тысяч, ну, до 10-ти. Если это говорит о младшем медицинском персонале, то очень многим мы доплачиваем до 4, до минимума. У нас очень большая проблема кадры отделения реанимации. Очень тяжелая работа. Ведь вот многие люди, это и морально тяжело, физически тяжело. Человек приходит домой, он падает. В хирургическом отделении работы только начались. Сейчас меняют батареи. Деньги на ремонт есть, но он затягивается. Сдадут этот объект примерно через 5 месяцев. Все дело в организации конкурсов. На каждый вид работ проводится отдельный, а это занимает много времени. Наверное, было бы правильно их объединить и проводить одновременно один конкурс на все сразу. Тогда и сроки ремонта сократятся до 2-3 месяцев. В противном случае 8 оставшихся без ремонта отделений будут отделывать как минимум 4 года. Кроме того, на уровне конкурса стоило бы предусмотреть организацию, которая следила бы за качеством работы и материалов и принимала сделанное. Сейчас работу оценивать сложно. В штате есть человек, зарплата у него мизерная, да и не под силу одному следить за ремонтом, в который вкладывают десятки миллионов рублей. Из ближайших планов переезд приемного покоя. Он абсолютно не соответствует. Потребностям нет даже подъезда. Тяжелых больных по узкой лестнице приходится заносить на руках врачам скорой помощи. В департаменте здравоохранения обещают и строительство нового корпуса поликлиники. Места в этих помещениях не хватает. В следующем году у нас уже предусмотрены финансовые и средства на проектные изыскательские работы. И на протяжении периода где-то 12-15 годов полностью объект мы этот должны будем ввести в эксплуатацию. Татьяна Суворова и Владислав Гапеев. Для программы Оперативный эфир.